итак друзья получился вот так вот robin red один светлый другой темный при желании в него может добавить на все что угодно я добавил в конце посылок сварил альбюмин добавил и вот в этот светлый я добавил крахмала вот на эту емкость здесь примерно около пол литра добавил 2 столовых ложки тем самым он стал гуще и он стал более светлым более оранжевым таким и сейчас посмотрим на их поведение воде и так справа будет светлый а слева будет темный приветствую всех на канале лаки кар и в этом видео буду делать liquid robin red я постараюсь рассказать о его состав разумеется будет состав не сто процентов потому что вам никто никогда не расскажет секрет состав robin red входит различные перцы как паприки таких остров смесь перцев паприки они нам необходимы будут от начала в таком виде потом они будут вот таком вот влажном виде я расскажу и покажу потом как это получить разумеется паприку красного цвета и различные чили перцы стручковые я тоже расскажу для чего они нужны нам именно стручкового перца и так как же я получил вот таком вот виде а перцы паприку сладкую нить она мокрая так вот предыдущем видео я делал дип на основе всех этих ингредиентов вот это получается из него бутишка алиосмола здесь получается капсоцин и картиноид дальнейшем я все объясню что это или чего это нужно люди которые делают robin red дома на инвертном сиропе они его варят просто они высыпают мелкий помол венвертный сироп и варят я считаю это не совсем правильным давайте я поясню почему это не так и опять же это лишь мое мнение и я как бы не пытаюсь никого осудить что кто-то делает что-то неправильно все делают так как они считают нужным я перечитал перестал очень много статей всяких и в одной статье в одной книге нашел более подробный рецепт тим ричардсон он его описывают как запахи вкусы описывают и составляющие разумеется опять же там нету граммов это все вам никто не скажет так давайте начнем и раз самого важного robin red изначально он делался для окраски оперений канареев в принципе это пройдет как каринарии канареечный корм то есть получается когда канарейка входит в стадию линьки в общем говоря по-русски картиноид это краской из паприки из перцев она придает свет оперению птицы и это и является одним из главнейших ингредиентов robin red его можно купить в чистом виде но стоит довольно таки немного от этого можно объяснить цену самого даже продукта robin red именно вот как вида второй продукт это капсацин это экстракт острого перца это та самая вытяжка как и делать разумеется будь том видео и третий ингредиент это очень важный тоже это олеосмол олеосмол это масла выделены из перца с ручьевого острого чили и различных паприки сладких перцев только что приготовленный инвертный сироп также состав входит обязательно соль это минералы а соль я расскажу более подробно может быть в каком другом видео обязательно витамины аминокислоты то есть получается идем в магазин ветеран и ветлищебницу и берем жательный отчиктоник это самый оптимальный вариант если его нету и берем любые другие витамины для крупного рогатого скота и так почему же нам нужно именно сначала сделать вытяжку это будущий гип он должен стоять около недели чтобы испарить испарились спирты спирты а остатки вот эти вот я сейчас на кофемолке как получится сделаю прям чуть ли не в муку в пыль ну по максимальной по максималке скажем так и так почему именно так правильно будет сделано а не варить его сухом виде в инвертном сиропе как делают многие почему я считаю это неправильно во первых я уже рассказывал некоторых видео что есть некие растворители построить к растворителям относятся как спирт уксус вода и много другое инвертный сироп имеет структуру густоватую даже далеко от воды и разумеется он не сможет растворить сухие перцы в инвертном сиропе поэтому сначала сделано было вытяжка все алиосмолы все весь капсацин все туда вышло и он сейчас находится в жидком виде и он находится в жидком состоянии мокром здесь видите блестит он и мокрый тем самым при попадании в воду он не будет падать мертвым грузом на землю дело в том что алиосмолы они маслянистые и они прекрасно растворяются в воде то есть получается когда будет перемешано все да и однородная масса вместе с скажем инвертным сиропом и 2 сиропом более тяжело чем вода он будет тянуть все это ко дну алиосмолы будут растворяться по пути в толще воды оставаться и подниматься к верху это те растворимые частицы которые будут вокруг нашего нашей скажем так насадки будут распространяться в толще воды это более легкие частицы картиноиды это тоже самое как я говорил ранее цвет это тоже считается легкими частицами те которые будут растворяться в воде не доходя доходя до дна но больше что будут растворяться в они потом когда наш инвертный сироп или патока может в чем-то случае опуститься на дно так как она тяжелее чем вода и весь процесс начнется дальше там растворение пусть и лица по дну какие-то частицы будут подниматься к верху и также создавая облака крас красного цвета запаха вкуса также и так сейчас я измельчу и продолжим дальше и так я передробил получился вот такая вот мелкая стружка если кто не собирается делать дип как я и как бы остатки чтобы не выкидывать я думаю можно сделать из обычных мелких допустим до откупив обычной пакетики замочив их спиртом и глицерином подождать около 30 дней затем дождаться пока спирт выветрится и замешивали дело на нем получается уже непосредственно ликвид когда там уже будут присутствовать мелкие частички как бы пыль пыльца скажем перцев и не надо будет дробить да также состав входит еще куркума но она больше идет не как пряность какая-то а как цвет получается получится не красный более такой оранжеватый цвет получится и так приступим к самому приготовлению ликвида на полтора лица неверного сиропа я положу примерно 20 литров чистого экстракта красного перца и паприки и так размешав я добавлю на полтора литра как бы 20 кубиков то есть четыре таких шприца как вам показать смотрите алиосмолы те жидкие видите он всплыла пленочкой кверху то есть перед употреблением необходимо чтобы прожить прошла гидрация гидрация то бишь масляне смаз масло размешалась с основным продуктом нужен это в нашем случае инвертный сироп 15 кубиков то есть 15 литров получается на полтора литра это я думаю этого даже будет слишком много так как будем перемешивать сухой частью и так на полтора литра я положу примерно 3 столовых ложки такие вот с горкой нашу чили перчика и паприки на эти же полтора литра я положу соль примерно одну чайную ложку соли является как я говорил ранее то важнейший минерал для всей рыбы из чего она получает в реках это тоже расскажу в следующем видео и обязательно витамины для щебницах есть витамины на разной категории разной ценовой здесь примерно пол чубика я добавлю примера четвертинку теперь хорошенько перемешать необходимо добавлю пурку мы примерно одну чайную одну столовую ложку с горкой теперь вот теперь его можно пойти или довести до кипения чтобы наши все составляющие превратились в одну целую однородную массу и так довел я до кипения на мелком огне поднялась вот такая вот пенка сейчас она осядет и ликвид будет готов после оставания он станет более гуще так как данный момент инвертный сироп то есть наш сахар в горячем состоянии остальное вот это вот сухую часть я буду использовать дальнейшем видео для катки бойлов robin red надеюсь данный рецепт вам был полезен если так ставим лайк и подписываемся итак друзья получился вот так вот robin red один светлый другой темный при желании в него может добавить все что угодно я добавила в конце посылок сварил альбюмин добавил и вот в этот светлый я добавил крахмала вот на эту емкость здесь примерно около пола литра добавил две столовых ложки тем самым он стал гуще и он стал более светлым более оранжевым таким и сейчас посмотрим на их поведение в воде и так справа будет светлый а слева будет темный здесь более светлый а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok